это наш заказчик геннадий павлович геннадий павлович скажите всем здравствуйте здравствуйте товарищи вы видели как плачет крыша вот посмотрите это вот она плачет и рыдает кровь монтаж приди ко мне вылечи меня спаси меня и так здравствуйте дорогие друзья с вами я мороз алексей компания кровь монтаж мы с вами на очередном объекте по реконструкции кровли за моей спиной находится дом с мансардной кровли по словам заказчика кровлю он ремонтировал лет 10-12 назад в ремонт он производил силами вольно-наемных работников коих тут достаточно по периметру уходит там предоставляет свои услуги и так далее все по старинке доверялся людям и так далее и конденсат прям зиму их мучает очень много теплопотерь и так далее поэтому спустя 10 лет опять приходится делать капитальный ремонт еще хочу коснуться вопроса интересного на мой взгляд наиболее самые популярные материалы кровельные на данный момент в россии считаются металлочерепица и гибкая черепица если у хозяина дом покрыт гибкой черепицы то он обязательно мечтает перекрыть свою кровлю на металлочерепицу и наоборот если у него покрыта кровлю металлочерепицы он обязательно хочет и мечтает заменить ее на гибкую черепицу да такова статистика так и есть на самом деле ну что пойдемте проведу вам краткий обзор и так кровля по своей форме она несложная в принципе двускатная чуть-чуть со смещением конька вот этот скат более крутой вот разобрали мы один скат полностью сейчас что характерно ребята натянули шнурку в центре провисания стропильной системы на 10 сантиметров вы представляете поэтому нам крышу надо сейчас выравнивать выводить в общий знаменатель мы сейчас параллельно ставить стропила новое вы видели как плачет крыша вот посмотрите это вот она плачет и рыдает вот она плачет крыша и рыдает кров монтаж приди ко мне спаси меня вот первый этаж дома я так понимаю капитальные кирпичный штукатуренный а второй подозреваю каркасные стены ведь и обшит сайдингом мне такое подозрение что и утепление здесь не важнецки в этих фронтонах в стенах и я как бы заказчику говорю крышу я вам сделаю теплотеплопотери исключу но что-то мне подсказывает как бы надо и туда окунуться но пока у заказчика в этом сезоне планы вот заняться крыши так ребят смотрите залезли на леса давайте заглянем как утепляли 90-х вот смотрите пергамент сверху и 1 один слой утеплителя пятерки 50 но когда выжимаю что ты не знаю плотность какая тут 12 и соответственно еще один пергамент представляете тут сколько дырок вот посмотрите разве это утепление не мудрено потому что все так было холодно вот посмотрите или какие а это вот здесь где-то размер полтора метра это уже потолок первого этажа здесь комнаты первого этажа понимаете там и холодно и на первом этаже вот это уже получается мансарда второго этажа здесь такое перегородка зашитая вагонка получается и вот этим авиационным было утеплителем натянута и за стену уже батареи шпарят и здесь один слой авиационным да здесь просто было холодно и уже зашита вагонка соответственно мы сейчас видите проклеиваем пароизоляцию сейчас ребята ставит с проклейкой стыков всех вот и будем утеплять наращивать здесь где-то где 250 утеплять и эту часть кровли полностью сейчас ребята будет подрывать и вот этот пол и засовывать утеплитель потолок чем утеплен утеплитель и все ребят это потолок и с этой стороны мороз минус 20 зимой минус 25 а там уже помещение отопление соответственно тепло все подымалась сюда тепло потери колоссальная утеплять мы будем по контуру мансарды соответственно вот этот потолок полностью вот это помещение перелопачивать взрывать это демонтировать и дальше там тоже переходит скат и скошенный участок мансарды тоже там будем переделать вот такие планы а чердак здесь останется холодным сейчас на кровле фанера девяточка чем же кровлю утепляли смотрите пятерка что-то вообще не понять эти она задушенная без продыха это вообще пароизоляция пятерка все эти вон там пенофол какой-то мембрана это век боже мой потом обрешетки счет намутили на мукеа лучше брус вообще зашквар полное нарушение вот всевозможных технологий и ребят самое любопытное конек был заглушен не вентилируемый все это закрывалась так не мои работники советуют передвигаться здесь аккуратно краю не подходить тут какие-то я мы уже прогнившие есть вот но я раз уж приехал я доберусь до всюду потому что они у меня работают так шустро я могу через неделю приехать уже здесь ничего не будет мне действительно чуть прям ходуном ходит о вообще мягко как в трясине в болоте чуть стрёмно мягенько так вибрирует здесь вообще это ям эти дышит так я приехал сюда через неделю прошла ровно неделя и вы сейчас посмотрите убедитесь как работает наша компания посмотрите я стою на той же точке вот прошла ровно неделя крыша утеплена практически сейчас там утепление идут последние штрихи готовы карнизы под подшиву значит заказанная металлочерепица в размер она прибывает завтра прибывают все комплектующие и софиты пластиковые а вот но как раз ребята сегодня заканчивают все работы по обрешетке и так далее так что все рассчитано простоев нет за эту неделю бог дал нам хорошую погоду ливень сорвался только вчера но вот поинтересовался я у заказчика нашего затопили мы его или нет ну говорит что все в порядке в общем самое страшное позади вскрытая кровля уже позади уже накрыта гидроизоляции уже дожди и не страшны вот так что все прошло гладко ремонт прошел гладко вот так стройплощадка у нас антисептик покупаем мы ведь и такими бадьями по 75 литров очень выгодно вот есть по 20 есть по 75 флюгаркой из алюминия не надо так и лес на леса ведь и капельник конденсата уже сделан сюда мы будем фронтонную планку из металла под него подсовывать вот обрешетка готова подложка здесь есть видите двойная обрешетка здесь пареная для чего вот здесь ряд снего сдержания будет вот на этом как раз так что так по полезем наверх покорять вершину так и опана и вот ребята прошла неделя чем осталось то вот прокручивать обрешетку по снегозадержание сейчас вся эта стружка видите строительная древесная перед укладкой кровельного материала должна быть удалена с мембраны из гидроизоляции здесь должно быть все чисто сейчас проверю проклеено ли гидроизоляция все проклеено двойным скотчем некоторые удивляются смотря видео наши и спрашивают для чего нужно еще проклеивать гидроизоляцию отвечу ведь в этом бруске ведь происходит вентиляция и уже доказано что холодный воздух сквознячок да он на этих стыках подхлопывает попадая туда в утеплитель и вот как раз и конденсат немножко может появляться там испарина вот на утеплителе это уже проверено дабы избежать это все проклеивают еще дополнительные стыки как я поднялся на крышу сегодня мы завершим монтаж металлочерепицы к вечеру ребята закончат вот длина скота 12 половина метров скат такой длинный поэтому мы делаем из трех составных частей металлочерепицу вот стык один и вон там передвигаться нужно аккуратно ставя ногу вот между волнами металлочерепицы каждый кровищик об этом знает дабы не сделать вмятины как раз саморезы видите у нас закручены вниз волны таким образом обрешетка выставляется чтоб кровищик не думал не гадал обрешетка находится в этой области и куда бы он не направлял самаре саморез шуруповер саморезом он знаю что в этом месте он попадает по-любому в обрешетку так это у нас вот есть кровельные саморезики ведь цветом резиновая шайбочка это краска корректор родная и мы подкрашиваем косячки которые ну бывает неизбежны хочу сказать что металлочерепица здесь бюджетная толщина 05 цинка 275 грамм в оцинковке но покрытие полиэстер полиэстер она такая более царапучая с не на аккуратно вот но тем не менее гарантия на нее дается 15-30 лет кстати вот как раз могу показать эти цинка 275 толщина 05 северсталь полиэстер гарантия 15-30 лет и сделано 10 08 20 по этому паспорту также легко определить потом какие-то предъявить гарантийные претензии или спустя долгие годы я надеюсь производя демонтаж вы будете видеть реально сколько простояла металлочерепицы приподняли обшивку дымохода сейчас сделают обход трубы и опустят вниз вот я спустился под карниз расскажу вам немножко об устройстве карнизного света ведь здесь мы на станке сами гнем фронтонную планку до закрываем и под нее загоняем софит вот ребята мне оставили кусочек чтобы я заснял весь момент окантовка прикручивается к стене и сюда под фронтонную планку загоняет и крепится и также вставляет следующий в зацеп мы так до бесконечности эту стену также переутеплили здесь 16 квадратов 8 на 2 так 8 так 2 все перебрали так комната смежное помещение здесь библиотека находится так называемых делали мы боковую часть ведь это же по желанию заказчика мы его вернули в металл подшивку делали белым софитом чтобы не оставлять саморезы вмятины мы делаем таким способом эти по метру по метру а эти вот вставки они как бы то это скрытое крепление как раз там происходит крепление саморез вставляется с клеймером я и вот эти вот вставочками мы декорируем как бы добавляют такую фишку объем придают вот эти полоски идут через каждый метр и есть и крепление есть какая-то красота вот залезли на лица с другой стороны сделана подшивка здесь уже у нас два ряда снегосдержание скат такой он угол наклона у него градусов 35 два ряда снега сдержания посмотрите как вот водосток сделан вот еще раз покажу как тут было до этого итак дорогие друзья наши работы на этом доме подходит концу вот хотел вас познакомить с нашим уважаемым заказчиком геннадий палыч военный пенсионер заслуженный пенсионер представьтесь нашим заказчиком и может скажите пару слов о нас ну могу сказать но в результате вот видите что потекло надо было что-то придумать младший сын посоветовал чтобы ты больше не ищи шабашников младший сын обратить направление и дал мне именно кров монтаж я вот пригласил и считаю что очень правильно сделал быстро качественно работали как раньше говорили как немцы за сколько сделали ну получается за 2 недели хотя договор был подписан с запасом работали как в сталинские петербург и завели ли вас зато или же нет все все во время и когда дождь начался уже все было сделано все спасибо очень приятно что вы рады и всем рекомендую всем итак дорогие друзья подписывайтесь на наш канал следите за нашими выпусками с вами был мороз алексей пока